У нас такой часто задаваемый вопрос в последнее время, как мы затираем, затираем объемы свои, и в принципе у нас, можно сказать, есть два способа, но по сути ничего сложного, ничего нового я не расскажу, вот, но, но все-таки, но все-таки мы покажем. Есть два способа, один способ конкретно в чем отличается, нанесение затирки самой, один способ это обычной теркой, то есть у нас вот есть человек, миньон, который, значит, пользуется этим инструментом, вот, и, ну, об этом я не буду рассказывать, я думаю, тут все элементарно, все понятно, наносится, более-менее густая затирка, да, и тут как бы, второй способ чуть позже мы расскажем и покажем, а замывание, замывание происходит у нас вот такой вот губкой, да, ну, то есть, опять же, ручки, и вот губку можно крупнее снять, что это за материал мы берем, да, то есть это вот целлюлоза, целлюлоза, да, такая очень хорошая, она такая с крупными такими дырочками, ячейками, вот она там у нас представлена, сейчас уже в скрученном виде, это у Шайфера Андрея посмотрели, да, 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 и, соответственно, у нас ведро, ведро очень, очень ценная и полезная вещь, то есть там имеется решеточка внутри ведра, здесь вот два валика у нас, вот, это же самое дешевое ведро, которое есть, самое дешевое, стоит оно вообще просто, меньше полутора тысяч, что-то, да, мы там покупали, вообще смешная какая-то цена, купили сразу два, для которых запас одно, вот, и вот это, вот этим инструментом происходит замывание, очень важный момент, потому что большие объемы, реально, это не то, что в квартире, в квартире, конечно, я такое никогда не беру, не собираю, зачем мне там этот маленький объем, можно и так это тереть, и губкой просто промыть, но тут, когда, реально, вот у нас тут, это, тысячи метров, тысячи метров, и все, это даже просто замыть элементарно, на, на корточках, это очень сложно, поэтому, поэтому, как бы, пытаемся, как можно, больше упростить, упростить свою задачу, то есть меньше нагибаться, и пользоваться таким инструментом. Давай показывай уже. Так нет, показывать мы будем сейчас, да, отдельно, отдельно, ну тогда давай снимаем вот эту затирку, значит, у нас затирка, значит, ну, так как мы, вот этот, способ мы не будем показывать, его и так все знают, хотя, не все, хотя не все, есть такой прикол, как вот я не прихожу на стройку, вот народ, вот, вот очень часто там забирают, ну, вот как угодно, но только вот непростым каким-то способом, что мы только не видели, железными шпателями, как-то там, непонятно, как намазывают, потом все это, вместо того, чтобы просто губкой смыть, там, могут шкурками зашкуривать, тряпками стирать, все очень тяжело, физически, и все, чем он, ну, как бы, ну, как угодно, но только непростым способом, я думаю, даже, думаю, даже вот это можно показать, потому что, однако, до сих пор находятся люди, которые еще не знают, что это такое, ну, это вообще очень странно, или когда показывают какое-нибудь видео, и там, вот как надо затирать, и показывают этот резиновый шпателечек, да, такой, тоже непонятно, просто сегодняшний день, это вообще, как бы, ну, элементарно во всех магазинах продается уже, во всей стране. Ну, сейчас ты ожидаешь. Ну, у меня жидкая, но я просто, у меня этим, у меня не получится затирать, но я просто, да, изображу просто. Ну, то есть, в принципе, даже что-то получилось, да, то есть, это и хорошо собирает, и очень удобно затирать, можно вот затирку сразу брать, но если была бы погуще, то можно даже черт вот так вот, взял там, ну, или шпателем еще пользовать, да. Ну, ничего, ничего, она Диме сейчас нужна будет, или он взял уже другое, да? Так, ну, это тоже не нужна, я тоже убираю, у нас есть уже вымушная, и мы сейчас будем показывать, давай мы сейчас приостановимся, или вы хотите сранку заснять, и где начинаю, а вдруг не получится, а вдруг не получится. Дело в том, что, а, где вообще эта другая, эта шпателка? Давай, останови на секундочку. И, значит, второй способ, он у нас на канале уже был, мы затираем вот таким вот шпателем, ну, тут конкретно имеется в виду нанесение затирки, да, нанесение затирки, то есть, когда у нас очень большой объем затирки, и тут, как бы, может быть, я там в прошлом фильме не рассказал, опять же, нам нужна определенная плитка для этого, то есть, если плитка шершавая, то этот способ не прокатится, потом мы были в Волгограде, там очень жарко, этот способ тоже не прокатывает, затирка сразу сохнет на плитке, и, в общем, ничего не получается, вот, а тут у нас такой, она, как бы, керамогранит, но при этом он еще и глянцевый, да, то есть, покрыт каким-то, покрытым, по нему хорошо будет скользить керамогранит. Так, и второй момент, это, то есть, нам обязательно нужно наличие пылесоса и идеально чистая плитка, то есть, вот, в данном случае, можно поснимать, сейчас походить, вот, плитка у нас очень чистая, все надраили, вымели, швы пропылесосили, ничего тут не катается, никакого песка тут нету, то есть, все идеально чистая поверхность, конечно, терочкой можно, как бы, только, там, аккуратно, местно пройтись, там, все кусочек вымести, а тут нам надо сразу всю территорию убирать, это тоже такой момент, который, как бы, необходим для вот этой работы. Все, а теперь посмотрим затирку. Ну, затирку я еще точно, я ее навел, но я еще точно не знаю, получится у меня или нет, вот именно какая, я буду вот сейчас по ходу смотреть, какая мне нужна, чуть больше воды, там, чуть меньше. Все, тогда начинаем. Итак, с этого момента я конкретно уже начну комментировать сам процесс затирания. Ну, во-первых, надо сказать, что вот эту затирку нам купили, это аквастатик, если кто знает, она имеет такую очень, как сказать, маслянистую консистенцию, то есть, не очень жирная, как бы, вот, размазывается по плитке и очень плохо собирается с шпателем, то есть, это более качественная затирка для влажных, скажем так, даже, можно сказать, для бассейнов, для каких-то таких помещений, то есть, хорошая качественная затирка, стоит дороже, не знаю, нужна ли она тут в этом магазине, но, тем не менее, нам ее купили. И с плитки она собирается с шпателем, хотя вот здесь вот я сейчас начинаю, я начинаю новым шпателем, и собирается она хорошо, но относительно обычной, скажем, затирки, она собирается намного хуже, то есть, на плитке остается очень большое количество налет такой жирной пленки, там какие-то части затирки остается в виде какого-то небольшого слоя, ну, то есть, шпатель собирает ее намного хуже, чем, скажем, обычную затирку. И при этом еще есть одно свойство, при высыхании она очень быстро, во-первых, подсыхает, вот сверху вот этот тонкий слой, в швах она еще стоит влажная, а вот на плитке она высыхает очень быстро, и вот этот момент, да, высыхания, эта затирка, она особенно становится очень твердой, скажем так, набирает прочность, все это на плитке очень быстро, он плохо отмывается, вот, и тут, это тот самый момент, когда Сергей поехал за вторым шпателем, и мы работали, начали работать одним, то есть, я вот затер небольшой кусок, и мы его какое-то время смывали. И надо сказать, что в этой поездке, скажем, этот метод доведен до какого-то, я не знаю, до идеала можно ли что-то довести, всегда есть куда двигаться, но, в принципе, очень у нас все гармонично сложилось, то есть, вот, сам процесс нанесения затирки и дальнейшее замывание, то есть, получилось очень хорошее сочетание, быстрое нанесение, то есть, и тут, конечно, мы работаем в два шпателя, то есть, у нас даже вот два лежит, и сейчас я наношу затирку, наношу ее первый, значит, первый, самый основной слой. Дальше идет Серега, брызгает уже затертую мной плитку, брызгает водой, и идет второй раз, то есть, снимает вот этот налет, она более жидкая, снимается хорошо, но в швах остается более густая затирка, так как, если вот один раз с шпателем пройтись, потом замывать очень сложно, остается очень много, там, затирки на плитке, и губки быстро забиваются. И надо сказать, что вот второй раз, с шпателем вторым, мы идем сразу, то есть, пока затирка не успевает подсохнуть, вот, то есть, брызгаем сейчас вот водой, Серега брызгает, из брызгалки воду разбрызгивает, и как бы вот этот вот такой набрызг воды позволяет снять излишки вот с поверхности плитки, то есть, вот второй раз уже проходится, и после второго шпателя остается, все равно остается какой-то налет, так как вот затирка у нас очень жирная, но при этом, это уже гораздо легче замывается губками. Да, и замывание плитки происходит, конечно, в обратном направлении, то есть, двигается спиной, замывая за собой, чтобы не оставались следы. О, замытые, конечно, плитки уже ходить нельзя, чтобы не прилипала к ногам затирка. И все движения, что затирка, что второе снятие, что замывание у нас, все идут по диагонали, плитки. То есть, ну, нанесение вообще обязательно по диагонали, то есть, шпатель, чтобы не чиркал, он спотыкается о кромке плитки, и остаются эти следы. Ну, и, соответственно, по диагонали лучше заполнение. Вот, поэтому движение по диагонали обязательно. При таком нанесении, конечно, туда где-то остаются пузырьки воздуха. Допустим, есть места, где, ну, не полностью туда попадает затирка. ну, таких, я бы, да, там пропуски есть, но я бы не сказал, что это какая-то катастрофа. На следующий день мы там посмотрели, по сути, это легко очень проходится там шпательком, и устраняются все недочеты. При этом основное заполнение швов, ну, ничуть не хуже, а может даже и лучше, чем обычным шпателем. То есть, такая же жидкая затирка, она проникает очень глубоко в шов и, в общем, полностью заполняет всё. По замывке могу сказать следующее. То есть, сначала мы решили слегка подсушить плитку, и это нам очень усложнило процесс работы значительно. И мы уже в конце уже, мы когда набили руку, то есть, мы перестали подсушивать, вот тут видно, что идём прям практически сразу и размываем. То есть, вот эта губка на тёрке, да, чем она хороша? Она не переразмывает шов. То есть, она как бы идёт вот это по плитке и шовчик вот размывается вот именно насколько нужно, не глубже, чем нужно. Это очень важный момент. Да, могу сказать, что на следующий день мы очень придирчиво, то есть, у нас было 400 метров затёрто обычным способом. Один человек потихоньку это затирал. И на следующий день, после вот этой затирки, после этого форсирования, мы очень придирчиво смотрели по качеству затирки. Можно сказать, я могу сказать, что очень, очень хорошо всё получилось. Вообще, не осталось каких-то прям косяков, но вот, кроме там небольших пропусков, которые уже там затёрли, но это не составило никакой проблемы. Да, кстати, по предыдущему видео у нас много было комментариев типа того, ха-ха, как же так, стекломоем, затираете. Ну вот, чтобы было понятно, на самом деле, это не стекломои. Мы иногда их так называем, чтобы, ну, для себя даже понимать, о чём идет речь. Но это не стекломои. Вообще, в некоторых магазинах можно встретить это как стекломой, когда продаётся, а в некоторых магазинах он продаётся конкретно как шпатель для затирки плитки. Ну и напоследок у нас вышел человек и намыл всю плитку. То есть вот то, что осталось уже после замывки на лёд, он легко смылся. Всё, сейчас вы можете видеть уже готовую начищенную, надравенную плитку. Всё, и на этом всё. всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok